Доброе утро, Челябинск! Сегодня мы решили спросить у горожан, как они относятся к разрешению носить оружие в нашей стране и к чему это может привести, по их мнению. Скажите, как вы относитесь к разрешению носить в нашей стране оружие? Я считаю, что против. Я тоже думала, против. Отрицательно. Отрицательно? Отрицательно. То есть не имеет значения, травматическое или нетравматическое? Нет, не имеет. Я думаю, это не поможет человеку. Если человек сам себя не будет сдержанно вести, терпеливо относиться ко всем людям, это, я думаю, самое главное. Категорически возраст. Ну, как сказать. С одной стороны, с целью безопасности, смотря какое оружие, опять же, если травматическое, то, думаю, в некоторых криминальных районах нашего города, в принципе, можно. Но, опять же, с целью применения именно, ну, с целью самообороны, а никак не, там, показать свою силу. О, я думаю, это опасное дело. Положительно. Положительно? Да. Это ни туда не годится. Это же столько всего. Сейчас же страшно смотреть телевизор. Нужно нам это для самозащиты или не нужно? Нет, я думаю, что у нас такой людей нрав, что, я думаю, нельзя. А здесь травматическое? Ну, травматическое, но я думаю, что только со специального разрешения. Хорошо. А вот скажите, если бы вы сейчас, например, людям раздали оружие и сказали, знаете, защищайтесь, что было бы? Большинство из них стали использовать его в нехороших целях. Я думаю, да. Все-таки надо? Как говорится, дайте мне автомат, я выскажу свое мнение. А, вот как, да? Отвечательно. Жить надо в мире согласен. Нам оружие не пригодится, правда? Я думаю, да. Конечно, жители города переживают за здоровье своих родных и близких, за здоровье своих детей. Ведь действительно, может быть, наша страна пока еще не готова носить оружие повсюду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!